Впервые за несколько месяцев личная встреча президентов. И по такому поводу глава Узбекистана Шавкат Мерзиёев по приглашению Владимира Путина прилетел в Москву на парад победы. Очень рад вас видеть. Спасибо, что приехали на торжества по случаю 75-летия победы на парад. Очень приятно, что подразделение вооружённых сил Узбекистана, по-моему, 75 человек, пройдёт завтра в Москве по Красной площади. Это очень такой зримый знак наших особых союзнических отношений. Я знаю, что 9 мая вы открыли в Ташкенте парк победы. И в этой связи, конечно, нельзя не вспомнить, что во время войны на фронт ушли 2 миллиона жителей Узбекистана. Большое количество промышленных предприятий было переведено в Узбекистан. И буквально чуть ли не с колёс начали работать в интересах фронта. Всё это наша общая история, наши общие достижения и наша общая победа. Ну и, конечно, сегодня, конечно, мы развиваемся как независимые государства, но у нас абсолютно уникальные стратегические союзнические отношения. Я очень благодарен за приглашение. Я хочу от имени многонационального народа Узбекистан, от себя лично вас и весь народ России поздравить с этим великим праздником. Праздником победы над фашизмом – это, как вы уже сказали, это наша общая история, общая победа. И о парке, о котором вы сегодня уже упоминали, на самом деле, 9 мая мы большой мемориальный комплекс открыли. Я очень хочу, когда с Визиной мы приехали, чтобы мы вместе с вами, это культурно-гуманитарная связь, очень хорошо работает. Как мы договаривались, уже в Узбекистане за последние два года 10 филиалов вузов российских открыли. 10-7 за последние два года. По итогам этого года ещё 4 филиалов договариваются открыть в Узбекистане. Это тоже большой результат в ЛНР. Вы сказали, что у нас активно развиваются культурные связи. Хочу отметить, что у нас неплохо развиваются и кулинарные связи. Хочу пригласить вас на обед. И вас спокойненько. Я по всем поговорю. Хорошо. Спасибо. 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 Под государственный флаг Российской Федерации. В Знамя Победы. Фирог. Для встречи слева. На край. Фу. Знамённая группа роты почётного караула Восточного военного округа под музыку песни Александрова «Священная война» вносит на центральную площадь краевого центра государственный флаг Российской Федерации и «Снамя Победы». 1945 год навсегда останется в памяти народа годом победы над фашизмом. На флаг, подружённый над поверженным рейстагом солдатами 150-й стрелковой дивизии сержантом Михаилом Егоровым и младшим сержантом Мелитоном Кантария, «Победным знаменем». С тех пор этот штурмовой флаг является знаменем победы и трепетно передаётся из рук фронтовиков сыновьям, внукам и правнукам, последникам их славных побед. «Знамя Победы» является государственной реликвией России, официальным символом победы советского народа и его вооружённых сил над нацистской Германией в Великой Отечественной войне. Ставя Победы и государственный флаг Российской Федерации сегодня в надёжных руках военнослужащих роты почётного караула Восточного военного округа, младшего сержанта Никиты Бойко и еврейтора Данилы Иванова. Возглавляет знаменую группу лейтенант Дмитрий Назарков. Субтитры создавал DimaTorzok